здравствуйте дорогие друзья мы с вами находимся в великом новгороде здесь такая немножко переменчивая погода непонятно что сейчас будет с дождем вот но тем не менее я попытаюсь порисовать немножечко даже штатив дороге так и вот и вот и вот и вот что мы видим мы видим этюдник сейчас попытаемся навестись на фокус вот этюдник и палитру видник у меня на коленочках лежит вот что нам хорошо сделать в начале в начале нам желательно прикинуть композицию для этого мы разводим нечто достаточно вот прикинуть композицию сейчас буду ее прикидывать хочется эту башню взять башня очень интересная хочется взять немножко окружающей среды ну конечно если вы на пленэре первые разы то лучше конечно делать эскизы вообще хорошо делать эскизы сейчас ситуация такая что если ливанет то можно хотя бы успеть подписать если делать эскизы то наверно уже можно ограничиться одним эскизом непонятно вот но вот нам надо разместить башню и там слева софия вот софию хочется тоже уместить поэтому я сейчас буду делать такую вещь немножко как бы спорную я буду ее вот сюда двигать то есть то что стоит там левее да я буду передвигать вот сюда башня очень интересная она не реально наклонные стены и реально выпуклые можно это усилить можно брать и как есть то есть она сама по себе вот она имеет такой вот ход вот сейчас нужно мне немножко подумать чуть-чуть сейчас мы с вами прервемся и так вот что такое удалось наметить ну довольно стандартно довольно обычно немножко двигая двигать туда-сюда пришлось то есть когда мы двигаем мы смотрим просто чего мы пытаемся понять чего мы хотим и чего мы точно не хотим то есть например там ну наверно ближе чем сюда мне не очень выгодно в тоже им башню хочется крупнее но скажем так ну вот сюда до софии будет немножко зажиматься да тоже может быть не очень хорошо и и двигать левее не хочется вот поэтому получается что мы ищем некий оптимум да а вот дальше нам надо раскрывать так мы берем кисточку тогда уже побольше то который мы наносили рисунок мы моем до несколько раз разбавителя отмываем вот и мы берем что-то покрупнее что у нас такое есть под рукой ну вот например вот такая какая-то синтетика тучи конечно здесь ходят довольно такие угрожающие но ничего сейчас попробуем что-то под замешать интересно что этот ультрамарин фиолетовый от подольского конечно интересная такая краска нравится вот ну вот пытаемся подобрать подобрать цвет конечно посложнее вот успеть еще они тоже они же уплывут сейчас неизвестно что будет потом но с другой стороны довольно прикольно то что есть но как вариант можно например прокрывать просто в протирку потому что если потом захочется что-то поменять то можно будет поменять ну немножко капает дождик ничего страшного у краев в принципе можно не докрашивать если это идет ничего страшного чтобы была возможность потом пальцы вот как вариант ну конечно я все это рассказываю для того чтобы обсудить алгоритм работы сейчас меня иногда стали присылать просто то что народ пытается прямо с экрана рисовать я не до этого видео выкладываем чтобы рисовали за мной прямо с экрана все таки на пленэр надо ходить живой да и все остальное вот ну вот здесь уже у нас где-то светлеет поэтому можно здесь светлее делать мы тоже пытаться подобрать цвет ну а собственно вот это вот переходы которые нам являют тучи да ну вот мы как-то так пытаемся чуть-чуть как бы подрастирая да таким образом передать ну вот здесь уже немножко светлеет хотя все равно еще паспорно вот и наверное здесь можно это нам как-то запечатлеть вот ну конечно в идеале мы стремимся к тому чтобы сразу все сделать а-ля прим для прямо но это при этом это и невозможно в то же время потому что нам чтобы попасть нужно что все остальное было взято получается некая противоречие в этом заложено но при этом поскольку небо двигается все равно и лучше пытаться схватить сразу вот как же нам быть но мы пытаемся сразу какую-то игру вложить если что потом перепишем ничего страшного там уже где-то и голубое начинает немножко просвечивать чистое вот ну вот как то мы попытались раскрыть этот кусок может быть так его и удастся оставить что нам делать теперь наверное все таки лучше раскрывать стену в этой ситуации хотя зелень тоже просится но специфика зелени в том что потом все будет немножко этот зеленый такой привкус во всем может быть ее и на потом оставить конце концов здесь нижний план не самое главное да передний план нижней нижняя часть вот пытаемся мы как-то подобрать цвет кирпича по возможности и нас конечно же естественно ускользает а мы все равно пытаемся довольно интересно было вообще он разный да вот там более малиновый а тут более такой ровненький при этом видно что многое конечно является уже восстановленным поэтому где как бы наиболее аккуратный и ровненький там конечно наименее интересно рисовать ничего не поделаешь вот сейчас конечно пока башня была освещена слева светом была разница между впускостями вот ну может быть удастся этого и дождаться а может быть и нет вот сейчас конечно кажется что свет темноват для стены потому что мы видим с вами белый картон белый холст вот но надо понимать что скоро этого белого не будет и конечно пока может оказаться что даже слишком светло взят кирпич тоже возможно вот надо нам нам надо нам выдавить белила вот ну сейчас да будем пытаться подобрать с неба конечно светлее это то у башни резко становится более темной вот эти элементы которые намечены да всегда возникают вопросы у меня тоже раньше возникал как быть с тем что мы намечаем рисунок а потом мы как бы его и закрашиваем в чем же смысл его намечать вот но на самом деле ну во первых мы когда его намечаем мы ищем какое-то красивое сочетание для нас это довольно важно вот которое мы надеемся что потом будет все равно как-то работать а кроме того мы его потом поднимаем то есть мы когда раскрываем мы раскрываем ну не обязательно это прям наглухо то есть может быть что мы раскрываем потом какая-то доля рисунка будет все равно просвечивать вот мы не будем его обходить обводить конечно потому что это немножко долго и неудобно но тем не менее как бы он нам все равно помогает вот ну вот пытаемся мы подобрать цвет как-то сейчас он как-то раскроется и будем его потом прописывать ну для зелени наверное лучше взять другую кисточку нам потому что если мы рассчитываем еще пописать кремль этой кистью то лучше нам другую взять для зелени вот возьмем наверное вот эту и в другом месте мешать да то есть бывает так что начинающие они замешают где-то рядом все и все лезет и мешает им работать вот эти вот эти и и и и и Попытка как-то подобраться к этой траве. Где-то она светлее местами, ну и конечно мы стараемся как-то с зеленью все равно работать, что-то такое искать в ней по возможности не зеленая. Ну во всяком случае, чтобы это не была такая вот зеленая без размышления, без рассуждения. Надо понимать все равно, что зеленый он довольно разный, и мы стараемся его довольно разным искать на палитре. Понятно, что он может быть довольно чистым цветом, и в этом ничего тоже страшного нет, но мы все равно стараемся к этому цвету как-то подобраться, подобраться, подобраться. Поискать немножечко. Так, ну вот мы можно сказать, как вы отчасти это понимаете. все раскрываем. Теперь еще, наверное, нужно нам взять поменьше кисть и раскрыть все-таки остальное. Хотя можно было бы просто сейчас заниматься тем, что цвета уточнять, и это тоже было бы хорошее действие. Вот. Наверное, имеет, конечно, резон сейчас раскрыть крышу такого интересного оттенка, сложного. Вот. Вот. Продолжение следует... 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 Так, ну вот, как-то так... Край крыши, наверное, этой кистью делать не будем... Ну, для центрального кукола можно попытаться подобрать цвет... Какой-то... Ну, и, наверное, нам... Надо сейчас... Чуть-чуть дорожки провожить еще... Дорожки там где-то посветлее... Это порозовее... Это порозовее... Ну, и, наверное, можно теперь... Брать тонкую кисть и... Рисунок немножко уточнить... А, вот еще крышу я здесь не... Не провожил... Забыл... Она интересная... Она как бы такого вроде как темно-серого цвета... Но там все равно есть какая-то такая... Сложность в ней... И розоватость... Ну, вот... Вот такое как бы раскрытие... Да... Теперь надо брать кисть потоньше... Так, ну вот... Сейчас мы будем пытаться... Как бы... Уточнять рисунок... Но... Дело в том, что все... Относительно... Потому что... Многие элементы рисунка... Они же... В виде конкретных элементов... Существуют... Физических... Поэтому... Можно сказать, что мы намечаем детали... Но... Как бы это не совсем так... То есть... В том смысле, что мы не просто это заполняем сейчас деталями... Как-то не критично... Мы... Если что... Мы готовы куда-то что-то даже... Может быть и передвинуть... Хотя... Поскольку у нас был предварительный рисунок... Это, в принципе... Правило, не актуально... Но... Тем не менее... Это... Внешне может выглядеть как... Детализация... На самом деле... Это... Все-таки... Конкретизация... Немножко по рисунку... Так... Ну вот у нас здесь... Получается... Сейчас солнце выглянуло... От этого интереснее стало по светотени... Вот... А... То, что было... Немножко проглядывает... Да... Это... Неплохо... Так... Сейчас... Самое главное... Нельзя... Каким-то элементам доверять... Что... Вот... Мы их сейчас сразу расположим... Сразу мы их детализируем... Вот... То есть... Надо, во-первых, вглядываться в то, что просвечивало... Во-вторых... Ну... Надо понимать, что... Как только ты элементами начинаешь какой-то участок заполнять... Велика вероятность, что ты... Слишком много места каким-то элементам выделишь... И все остальное не влезет... Поэтому лучше параллельно действовать по всему... Вот, кстати, чудесные совершенно окна... Наклонные... То есть вообще вот эта башня... Ее как бы крутизна в том, что она... Такая вся из себя косая... Это очень здорово... Потому что... Ну... Это делает ее очень образной... Вот... И, наверное, можно ее вообще... Просто сюда... Специально прийти... И писать ее там... Не знаю... Несколько дней на огромном формате, грубо говоря... И будет чем заняться... Вот... Вход уже пытается сделаться больше, чем надо... То есть надо тут иметь в виду, что... Как только вы какими-то... Элементами занялись... Они будут немножко... Пытаться нарисоваться слишком крупными... Поэтому... Как бы вы... Их раскидывая... Даже, может быть, где-то и чуть прописывая... Надо понимать, что, возможно, придется в любой момент их... А... Куда-то переносить... Хотя... Мы не стремимся к стопроцентной правильности... И... Прям верности... Рисунку... Вот... Но все относительно... Пытаемся... Схватить то, что работает на образ... Какие-то темные элементы... Старайтесь, чтобы там все равно оттенки у вас были какие-то... Да... Поэтому вот... В кисточке у вас все разные оттенки содержатся... То вы просто ее поворачиваете немножко... Чуть-чуть... Да... Ну, вот как-то так оно начинает чуть-чуть у нас конкретнее становиться... Конечно, вот... Когда вот такие какие-то мазки... Тут возникает вопрос... А нужно ли колонок для этого использовать? Ведь он в силу своей нежности может... И... Быстрее от этого износиться... То есть, может быть, стоит его... Беречь на прям самые-самые мелкие элементы... Но тут надо по ситуации... С другой стороны... Ну, вот... Синтетикой все равно такие вещи делать... Но чаще всего не очень удобно... Потому что хорошо, если она у тебя держит кончик... Она даже если она держит кончик первое время... Потом возьмет, да и перестанет держать кончик... То есть, это... Как бы такая штука-то... Так... Угу... Вот, окна разные, да... Поэтому... Тут как бы всегда есть такой соблазн... Когда мы... Детали расставляем... Есть такой соблазн... Начать одинаково делать... Интересно... Едет человек на велосипеде... А у него играет какая-то грубая музыка... А другие на мотоциклах ездят... Да... И получается, что... Все... Должны эту музыку слушать... Не лучше ли им куда-то себе... В шлем или в наушники... Какие-нибудь шлемы монтировать... Чтобы только они слушали свою... Низкоинтеллектуальную музыку... Вот... И... Соответственно, мы... Вот так вот немножко здесь какое-то разнообразие даем... То есть... Вот когда вы делаете... Какие-то элементы уже... Намечаете детали... Надо... Как бы немножко... Чтоб хоть какая-то игра по цвету была... Не обязательно... Там стопроцентная точность... Потому что... Все равно... Нам нужно брать и цветнее... Желательно, чем есть... Чтоб оно работало... Ну, тем более, и тут маленькие... Понимаете... То есть... Расстояние все равно... Особенно темные места... Они все равно сольются... В некую... Неразличимую... Почти черную бурду... Поэтому, конечно... Надо темные места делать... Чуть цветнее... Чем они есть... В то же время... И... Как бы... Даже если мы... Не очень попадем... То есть... От того, что там какая-то игра есть... Будет хорошо смотреться... Так... Ну, вот как-то так мы рисунок уточнили... Сейчас надо будет нам... Немножко... Наверное... Не понятно... То ли это взрывы какие-то... То ли это гром... Ну... Наверное, больше на гром похоже... Где-то далеко... Вот... Немножко... Сейчас нам надо будет где-то... Пописать... Пописать... Пописать большие массы... Чтобы они... Проплешины у нас ушли... В принципе, можно и по-другому было действовать... И у нас... И в роликах наших... Конечно, вы сможете увидеть... И тот алгоритм, и другой... Когда мы... Где-то и... Просто более кровище с вами работаем... А потом... Просто... Уже рисунок поверх этого делаем... Так тоже... Вполне себе хорошо... Уже рисунок... Уже рисунок пошел... Так... Ну... Для этой цели, чтобы пописать массы, мы все-таки, сейчас чуть-чуть уточним рисунок, мы все-таки, естественно, уже не колонком это будем делать, а возьмем кисточку побольше. Сейчас немножко здесь рисунок я чуть-чуть еще где-то уточню. Но в целом, наверное, колонок надо нам откладывать. Мы можем немножко попытаться уточнить цвет у стены. Ну, он, конечно, меняется вообще на пленэре все, даже при одной и той же погоде, быстро меняется, просто даже в силу освещения. И здесь, конечно, человек немножко недоумевает, а как же быть? Как быть? Что же тогда рисовать, собственно? То, что было там пять минут назад, то, что сейчас, или то, что будет там через три минуты? На самом деле, ну, нет здесь никакого ответа правильного. Можно пытаться, конечно, как то, что понравилось, фиксировать и больше не трогать. То, что не понравилось, можно переписывать сколько угодно. Это, наверное, будет даже правильный ответ. Может быть. А, в принципе, основное, конечно, решение в том, что мы просто действуем, действуем, действуем. И что получилось, то получилось. И доля случайности есть в этом. И вообще пленэр такое занятие немножко... На дна метуча. Немножко занятие такое, в котором эта доля случайности, она остается. Как и в набросках. Как и в коротких набросках, допустим. Да, там, где-нибудь, если в зоопарке, так вообще. Вот. Но ценность пленэров, она именно в том, что, несмотря на эту случайность, иногда вот за счет случайности, как раз какие-то редкие бывают, а иногда часто, иногда редко, моменты удачные. Мы их ценим. Еще бывает такая вещь, что когда мы, ну, абсолютно можем быть неудовлетворены тем, как мы поработали, мы возвращаемся очень часто недовольные. Но потом ты этот пленэр и зимой, и через несколько лет он у тебя может висеть на стенке, и ты можешь... Он может тебе нравиться. А ты можешь потом с трудом вспоминать, что кажется, ты расстраивался из-за того, что ты не попал. Но он уже как самостоятельная какая-то вещь тоже случился, и он тебе нравится не тем, что он стопроцентно фотографичен. Тебе уже все равно, как там тогда было. Тем более, что оно может быть очень по-разному, да. А тебе ты можешь радоваться от того, что, в принципе, что-то удалось поделать, и что-то такое родилось. Своё. Оно уже у него, как лицо, свой какой-то мир получается, там он может не очень согласовываться с реальностью, а быть лишь ее отголоском. Но он сам по себе может какую-то ценность уже для тебя представлять. Такой забавный момент. Поэтому, ну, все равно стоит ходить на пленар, стоит писать. Даже свои первые вот эти какие-то неудачные, неизбежно нас подстерегающие какие-то работы, их тоже надо сделать. Да и после перерыва, может быть, что человеку нужно расписаться. Ничего страшного. Не стоит тут сильно расстраиваться. Ну, а если вы, допустим, вот как некоторые классические пейзажисты, допустим, планируете потом на основе пленеров этих что-то создать, ну, просто фотографии делаем, да. Еще, чтобы у нас детали там были какие-то, детализация. Но если вам удалось колорит какой-то ухватить, то это уже может быть неплохо. А удалось ухватить колорит бывает благодаря чему? Бывает благодаря тому, что просто вы работали. И даже если вы были недовольны, но потом выясняется, что на самом-то деле все равно немножко удалось. Что это все равно гораздо круче, когда вы уже дома будете находиться и пытаться, допустим, по каким-то фотографиям что-то такое создать, то вам такой этюд очень много даст. Так, наверное, надо зеленью немножко нам позаниматься. Такой вроде был день солнечный, а все изменилось очень быстро. Такой вроде был день солнечный, а все изменилось очень быстро. Такой вроде был день солнечный, а все изменилось очень быстро. Такой вродеbe. Такой вроде было pena. Это говорит크� celebruит. Продолжение следует... Как-то так. По поводу белых точек, ну можно их замазывать, не знаю. Я как-то раньше, конечно, парился на эту тему. А потом я увидел, что у Фешина и у Зрелого Репина в коротких работах этого очень много. Зато человек может сразу работать корпусно, вот примерно в такой какой-то и манере. И это может быть даже и нормально. И не стоит тогда сильно париться. Если вы, возможно, кистью не будете пользоваться, уже в течение, по крайней мере, этой работы, то вы ее лучше как бы отмываете. Ну, а если, конечно, мы понимаем, что мы кисти не помыли, то мы тогда домой приходим, допустим, мы идем и понимаем, что не помыли. То лучше их помыть. Но, может быть, еще вариант, что мы и потом их не помыли. Но зато мы, допустим, потом можем достать кисточку засохшую, положить ее в ферри. И так периодически ее разминать, потому что у нее растворяется сначала верхний слой. И так можно кисточку обратно реанимировать. Вполне себе. Раньше я думал, что для особо тяжелых случаев только ацетон, всякие и так далее. Но вообще ферри, мне кажется, замечательно. И подобные средства замечательно расщепляют. Так, ну что ж, дорогие друзья, сейчас нужно мне, наверное, видеть, пописать дорожки немножко. Тоже у нас здоровые кисти отложены. Мы с вами можем немножко потрогать дорожки. Собственно, краска жижи, да, чуть по-другому она ложится. Чтобы она была более густая, это такая фактурка. Но бывает, что нужно где-то поточнее, или чтобы кисточка где-то более тонкие дала. Тогда ее можно и пожиже делать. То есть с этим можно играться. Но в целом понятно, что еще более тонкие, это уже, конечно, только колоночком. Или какой-то, ну, единичкой какой-то там, только, которая кончик имеет, да. Вот, а с синтетикой сложно, но поскольку мы никаких там не используем белок, да, в масле. Потому что они, ну, конечно же, долго не проживут. То, в общем, в итоге колонок, единичку надо иметь. Это универсальный вариант. Так, ну вот немножко там свет какой-то такой есть. Хочется его запечатлеть. Так, а вот, кажется, настоящий дождь пошел. Ну, дорогие друзья, сейчас не знаю, смогу ли я дописать. Но если мы с вами расстанемся, то должен сказать, что основная часть работы, она все равно уже сделана. В каком смысле? В том смысле, что то, ради чего мы выходим, например, оно случилось. А так, конечно, прописывать, детализировать, никто не мешает. Это хорошее занятие. Так, ну вот. Сейчас надо нам прерваться, посмотреть прогноз погоды. Так, ну вот мы с вами здесь сейчас немножко пропишем. Пропиской занимаемся. Там большой вопрос, надо ли делать эти стекла. Может быть, их и не делать, кстати. Надо быть, просто что-то смешать такое темное. Это, да. Но тоже, чтобы игра какая-то была там в тенях. То есть не одинаковая. Солнце то выглядит, то зайдет. И иногда оно, конечно, контрастнее становится. Это интересно по-своему. Вот. Но, может быть, и не стоит все переделывать уже. Может, проще потом новое написать. Вот. Немножко где-то здесь решетку я вижу такую. Что еще такой козыречек. Там была икона, видимо, фреска. Там даже остатки какие-то остались. Как-то передать. Чуть-чуть здесь какие-то подробности. Ну, и надо, конечно, хорошо бы крышу тоже немножко тронуть. Но, так, чтобы не раздраконить сверхмеры, да. Значит, это уже, может быть, графика начаться, а не живопись. Надо это делать так аккуратно, кое-где намеками. Что-то все равно темнее неба должна остаться всем в сумме своей. Посмотрел я прогноз. Сейчас туча-то ушла, но должна еще прийти другая туча, которая будет больше по площади, чем весь Новгород. Она довольно близко уже, поэтому действовать нужно. всегда так, как будто ты не знаешь, что будет в следующие пять минут. Ты будешь работать спокойно, или ты будешь спасаться бегством. Поэтому... В то же время, когда мы вот этот декор делаем, да, довольно важно не переставать немножко цвет тоже брать разный, потому что иначе можно все одним цветом уделать. Будет тогда очень графично. Редактор субтитровама Там, кстати, кресты монтированы, как в некоторых новгородских храмах. Нужно их показать, наверное, стоит попытаться. Но при этом они такие довольно нюансные, найти какой-то баланс, чтобы они были видны, а в то же время не сильно. Ну, понятно, что в таком маленьком размере практически такая вещь. Ну, как бы относительно, да, потому что иначе все это уже в какую-то нюлерку может превратиться. Но немножко где-то что-то можно такое. Вот. Ну, наверное, мы на этом с вами будем прощаться. Спасибо тем, кто смотрел. Вот такой у нас получается. Сейчас. Такой этюд. Не знаю, насколько видно. Всем желаю побывать в Новгороде, кто здесь не был, да, и пописать в разных интересных местах. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok